Величие Личности Если мы говорим о Верховной Личности Бога, то шансы должны быть подтверждены к этому, правда ли? Должны быть явные свидетельства, говорящие о том, что это Верховная Личность Бога. И особенность Шичи Танима Пробуя, это описано в Ведах, что Кали-Югум приходит как Чанна Аватара. Чанна Аватара – это значит скрытая Аватара. Это значит, что невозможно вот так, знаете, он не являет вселенскую форму, как однажды Кришна явил Аджуни, однажды Он явил Мами Ашоди, однажды Он явил… Кому еще? Кому? Дурьодан. Дурьодан. Даже Дурьодан стал свидетелем этой формы. И когда мы читаем Багаву Адгиту, мы видим, даже демоны могли видеть вселенскую форму. И в ужасе они раздвигались. Эта форма называется Каларупа. Каларупа – это значит устрашающая форма времени. Но Шичи Танима Пробуя является Чанна Аватара. Поэтому, знаете, вот такой роскоши нам не предоставлена. Мы не поклоняемся Ему как вселенской форме. Мы не говорим о Нем как Господине Вселенной. Хотя, когда Он родился, родители дали Ему имя Пишамбар. Пишамбар – это значит Повелитель Вселенной. Почему? Потому что до этого множество детей умирало. Девочки в их семье. Родители так хотели, чтобы какая-то великая душа была в их жизни. И мы знаем, что однажды к Чаганадхе Нишре пришел этот образ Господа. Он вошел в сердце матери Шачьей. И так она почувствовала, что намерение. Просто почувствовала. Она даже не знала об этом. Почему-то от нее такое сияние стало исходить. И все стали выражать их почтение. И Джаганадх Нишра не прикладывал особо усилий для того, чтобы собирать пожертву. Он был из очень простой, броманической семьи. Жил очень просто. Жил на подаянии. Но в это время почему-то все щедро его дали. И даже просили его взять. Когда он проходил мимо каких-то рядов рыночных, его подзывали. Пожалуйста, возьмите его так. И он мог понять, почему это. Ну, вроде ничего такого особенного. Хорошо. Поэтому мы говорим о Шачайтане Маапрабу, что не так много ведах о нем говорится. И для того, чтобы распознать его как духовную личность Бога, нам нужны слова великих личностей, великих нудрецов. И для того, мы знаем, что есть три источника истины. Какие это три источника истины? Если вдруг мы не находим так или иначе что-то в Шасте. Ну, не все мы такие ученые, мужи. Вдруг мы не нашли это в Шасте. Где мы можем найти подтверждение тому, что мне показалось или приснилось, или я где-то слышал? Где мы можем найти подтверждение? Гуру и Саму. Да. То есть мы обращаемся к Духовному Учителю. И мы обращаемся к Саду, к Махантам, великим душам, которые говорят или подтверждают эту истину. Итак, три источника подтверждения явления Шичи Итани Махапарбука к Верховной Личности Бога. Ведь мы празднуем сегодня не… Ну, как это? У нас не Сабантует по случаю… Как это? Вечеринка, да? Нет. Мы собрались сегодня сказать слова о славе Верховной Личности Бога. Хотя, вы знаете, наши попытки, они настолько жалкие. Ведь Самананта Шеш не может описать все игры Господа Ши Итани, и он чувствует себя очень-очень, как это, маленьким и незначительным. Знаете, капелька океана и океан. Какая-то вроде появилась, потому что, ну, солнышко, как-то неплохо. Но, в целом, Садуса прикасается, и он чувствует каждый живот. Его невозможно обмануть. Почему? Потому что, когда мы остаемся один на один, когда перестает вот эта беготня, когда вот она немножко, эта беготня останавливается, вообще-то ощущает, что он исчез. Ему нужно начать опять срочно что-то делать, куда-то смотреть, куда-то бежать, чтобы как-то вот, ну, просто один на один не оставаться, чтобы не смотреть вот эту пустоту черную, и не скорбеть, как пусто внутри. Да. Поэтому, это большая удача, что мы сегодня здесь. И у нас есть возможность наполнить эту пустоту золотым сиянием, исходящим от Шичи Тани Махапрабху, который является Махапрабху, это наиболее милостивое воплощение. И он пришел в этот мир не как калорупа, которая разрушает. Кто читал про калорупу в Багово-Визе? Кто помнит калорупу? А кто не знает, что это такая калорупа? Это вселенская форма. Она написана так, огромная челюсть, не застреют головы и там еще что-то. Это ужасно. Говорится, что тот, кто не хочет видеть Бога, Господь является во время смерти к нему. Он говорит, вот он я. И человек думает, на самом деле, вот мы, мы думаем, что мы, вот мы сейчас сидим и думаем, вот у меня планы определенные, я красивый, я здоровый, вот у меня все работает хорошо, да, я обследование прошел, у меня все в порядке. И вообще у меня планы большие, я вроде зарабатываю ничего, и у меня такие и такие планы, и вот мы то сделаем, и то построим, и храм будет у нас большой. Но мы не знаем, что маленький, маленький вирус, очень маленький. Знаете, что вирус его даже выйдет невозможно? Настолько маленький. Он попадает, там упадет, это не мои слова. Он попадает к нам в нос. И что-то начинает там происходить. И нам говорят, что через какое-то время, 41 температура. Говорят, как вы спаслись, непонятно. Или человеку там снимал какое-то дело, говорят, у вас тут, простите, уже недолго осталось. И мы понимаем, что, оказывается, мы такие маленькие какие-то. Вот какая-то капелька. Как-то читаешь уже, что-то так вот резонирует, что капелька на кончике, на кончике листа. Я понимаю, что, оказывается, вот, это моя вот некая внешняя сила, мощь, или привлекательность, или красота, или интеллект. Что, оказывается, это просто, может, так, знаете, вот как, ну, как будто, ну, да и мы разошелся. Ну, ничего не осталось. Ну, кучка, знаете, вот, когда сжигают, ну, кучка остается. А когда землю закапывают, вообще все бедно. И так, 1486 год, 18 февраля. Кто ходит в кастрюр в орган? Никто. Представляете? Джаганат Миша, Ишачимата. Что-то ребенка. Обычно на какой месяц ребенок приходится? На девятый. На девятый. Правда? Понятно. Иногда бывает раньше. Но позже это неслыхало. И так, десятый месяц. Все уже волнуются. И Ишачимата, 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 Ишачимата волнуется. Уже десятый месяц прошел. Представляете, десять месяцев. Наступает одиннадцатый месяц. Проходит одиннадцатый месяц. Они уже волноваться начинают. Я тоже не нашел. Прошел одиннадцатый месяц. Наступает двенадцатый месяц. Джаганат Миша идет к Нолбарычу Краварти. Это отец матери Ишачи. Он был великий бандит и острог. Как будет? Мы не знаем. Уже двенадцатый месяц. И Ломарочка Краварти говорит. На тринадцатый месяц. В полно луне. Восемнадцатый февраля. Он появится в этом мире. И в этот день было лунное затмение. И великие астрологи скажут, что это неблагоприятное рождение. Лунное затмение. Вообще надо дома сидеть, никуда не выходить. Да? Но они были жители Новодвипы. Это было в Новодвипе. Это было в Майяпуре. И чем славно Новодвипа и Майяпура? Что там такого очистительного, особенного? Как вы думаете? Там, Гаванга. Гаванга. Поэтому говорится, что в это время очень благоприятно погружаться в Гавангу. И в то время кастовые брамины, такие смарты, всех запугали, что нельзя вот так в суе произносить имя Бога. Поэтому только в чистом состоянии. Вы же там, ну, думаете какие-то мысли у вас есть нечистые, или вы что-то там обманули кого-то? Нельзя имя произносить. Лишний раз вишну не беспокоить. Он там находится в Юганидре. А вы его своими пустыми там, прошу, прошу, беспокоить. Поэтому только в чистом состоянии, когда вы очищены. А когда это? Когда вы заходите в Гавангу, вот так, на шее, все, вы уже очищены. Ничего загрязнения, ничего нет. И что вы делаете? Вы повторяете свои времена. И так это уже вечерело, и говорится, что все жители Навадвипы, а в Навадвипы в то время были не только правоверные верующие Кришну, но были другие. И были мусульмане, и буддисты, и атеисты. На самом деле, в то время, вот мы читаем, Кришна говорит, что я прихожу для чего? Чтобы восстановить принципы религий. И вы скажете, но земля Барады ваша, это же колыбель Дхарна. Но, когда мы открываем читание Чаританы, то читание Барады, то о чем говорят авторы? Что в то время Навадвипа превратилась в столицу Смарт. Кто такие смарты? Так называемые ученые. Как вы думаете, для чего наука вообще нужна? Для чего наука нужна? Сейчас мы даже не задумываемся. Наука – это то, что обеспечивает нас. Чем? Кондиционерами, микрофонами, таблетками. Это наука. Но, в действительности, изначально наука предназначена для того, чтобы ответить на главный вопрос. А что это за главный вопрос, который я могу себе задать? Знаете, что уже есть обезьяна, которая общает. Я не знаю, Живана или нет. Может быть, уже не Живана. Слышали про такую обезьяну? Она общается с людьми. Горилла. Ее имя ей дали – Коко. Она прожила 80 лет. И она общалась, передавала там какие-то переживания, какие-то состояния, даже скорбь, даже радость. Но одну вещь она никогда не сделала. Никогда. Какую? А? В чем смысл? Какой смысл жизни? В чем смысл? И это особенность человека, что мы можем задать этот вопрос. Но в то время Новодипа стала утопать в учености. Что такое ученость? Это сравнить как красота. Человек блещет красотой. Или с вами силой. Человек блещет силой. Или с вами богатством. Человек блещет богатством. Почему мы это делаем? Почему нас так это привлекает? Богатство, сила, красота, знание, отрешение. Потому что это отблеск света. Коррешно говорит, как вы видите, Арджуни говорит, все, что ты видишь прекрасно в этом мире, это лишь тень моего великолепия. Почему от Багба там, чатур шлоки, он говорит Господу Браме, это лишь отражение, если ты видишь что-то прекрасное в этом мире. Поэтому это нас применяет. И вся Нордвипа была очарована ученостью. Со всей Индии Береницы людей ехали туда учиться. И, кстати, Джаганат Миша с этой же целью приехал туда, он вроде не из Нордвипы. И там приехал учиться, как студент в Башхан Драмачаре. Он встретил Шачиман. И принял цель. И они поженили. И в результате этого родился кто? Бишвам Бхар. И он родился 18 января 1486 года. Это было на затмении Луны. Сотни тысяч людей находились в это время в Ганге. И не все в то время. Хареи Кришна, Хареи Кришна, Кришна, Хареи, Хареи. Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Рама. И они взывались поднятыми руками, потому что это была редкая возможность. Вот вы замечаете, когда мы начинаем повторять Харе Кришна, как мы начинаем повторять? Кто повторяет один год Хареи Кришна? Один год повторяет. Ну, от месяца до одного года. А кто больше, кто пять лет? Хорошо. Хорошо. То есть давайте вспомним, вот как мы начинали, как мы повторяли Хареи Кришна? С каким трепетом? Каждое слово мы уединялись, чтобы ничего не помешало. Ни телефонный звонок, ни телевизор, ни шорох какой-то, ни движение какое-то, вообще ничего. Только Хареи Кришна. Я помню, даже находясь вашими в храме, я уединялся, чтобы мне ничего не помешало. где-то там, где-то там, какой-то комнате еще. Мы тогда живем на уездной, помнишь, да? Там на уездной сверху. И там у нас была комнатка, называется комната Весадева. Там Весадева переводил книги, и там была библиотека. Вот это была возможность первого туда прошла. Потому что там было такое небольшое пространство, такой невысокий столик. И, ну, для твоих уже тесновато. Вот кто первым сбил туда бодрикаша, и мы повезло. И вот, то есть, специально даже уединялись, потому что хотелось очень-очень сосредоточенно повторять, чтобы ничего не отвлекало. Но когда мы начинаем это делать из день в день, из дня в день, из дня в день, это становится просто как чем? Чем это становится? Каким ритуалом? Или даже, я бы сказал, таким вот религиозным формализмом? И в действительности в то время на Латвии она уже находилась в этом состоянии религиозного формализма. То есть, обряды выполнялись формальные, самые яркие обряды, которые всех собирали. Как вы думаете, это какие были? Вилахая. Во, свадьба. Это то, куда хочется всем пойти, там накормят, там напоят, там еще и денег дадут, и вообще пообщаться хорошо. Ну, иногда похоже. Но больше Вилахая. И вот представьте, то есть, как правило, то есть, святые имена сильно часто не воспевали. Но именно в полнолуние, почему? Потому что мы все обечемся о нашем благополучии, о том, чтобы быть под защитой, мы погружаемся в Гангу, и мы возносим святые имена с великим-великим зовом. Представьте, вот такой концентрат. Цианавадгибы – это тысячи-тысячи людей. Они находятся в Ганге. И что они делают? Они воспевают Гарри Кришна. Ша Чимата и Джаганат Миша, когда Нимай появился, он появился, он родился под деревом Ним, поэтому еще одно из его имен – это Нимай. И еще одно из имен – это Гаура или Гауранга, это значит, золотистый цвет его. Тело, кожа был, как расплавленное золото, Гаура. И Джаганат Миша и Ша Чимата обратились к Шиваста Куру. Почему так произошло? Они были взволнованы. Почему? Потому что до этого 8 девочек, дочерей, они умирали. Они рождались и умирали. Рождались и умирали. Представьте, как это в семье было. Они так переживали, чтобы их не ребенок, все хорошо с ним было, чтобы там тху-тху-тху, вот это все-все. Что было самых лучших всех канонов, что там все по астрологии, все было хорошо, что было все знательства. Оттуда он рождается в затмении луны. Представляете? Такое горе. Как женский лун начинает беспокоиться. Он родился в затмении луны. Что теперь будет с моим ребенком? Да? И еще раз такое говорит. На самом деле, этот ребенок, он родился в самое, самое, самое благоприятное время. Почему? Потому что тысячи, тысячи людей молодые. Что они делали? Не успевали съемки . Jyarei Krishna! Jyarei Krishna! Jyarei Krishna! Jyarei Krishna! Jyarei Rama! Jyarei Rama! Jyarei Rama! Jyarei Rama! Какая луна? Какое солнце? Причем это здесь? Мы повторяем молитву. Пандэши кишна чайтаня нити нанда саху диду. Гауду да ебуш павантау читрау шам даму нудаву. Говорится, что на небосходе Гауды одновременно зашли, как солнце и луна. Чититаня мапрабу нити нанда. И говорится, что когда солнце, вернее, луна в Господа Читании и солнце возошли, то подлинная луна, она приследилась. И стало стыдно, поэтому она решила спрятаться. Поэтому было затмение. Итак, с самого рождения Чититаня мапрабу он показал свою миссию. То есть мы с вами читаем о том, что всякий раз, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. Я сам исхожу в этот мир у потомок Бара. Почему? Для того, чтобы восстановить принципы религии. И Господь Читании уже с самого рождения показал, каким образом он будет восстанавливать эти принципы религии. И когда он был маленький, то дети плачут. Кому знакомо темно, что дети плачут? Всем знакомым, да? Иногда они плачут так, что, ну, кажется, невозможно ничего сделать. Этот плач, он бесконечный. И никак не невозможно успокоить. И чтобы не пробовали в доме Шачи, не успокаивался. Он был маленький. И вы же не скажете ребенку, не плачь. И Шачимата и ее подруги, они пробовали уже и так, и так, и так, как-то его веселить какими-то игрушками, прибаутками. Но вдруг Шачимата стала пить ему святые имена. И вдруг, что произошло с ним? Он затих. Он перестал плакать. И мало того, он стал улыбаться. Он стал улыбаться. И мало того, он стал пританцовывать. Как-то там по-детски. И обе близкие, шачимата и старшие женщины, они были удивлены в такой ситуации. И каждый раз, когда Нимай начинал, или были какие-то признаки того, что он сейчас будет плакать, у них была волшебная кнопочка. Они начинали петь Харикришну. И они думали, что они нашли волшебную кнопочку к этому ребенку. Но на самом деле что произошло? Он нашел волшебную кнопочку. Да. Это Нимай нашел волшебную кнопочку, чтобы вдохновить нас. Что делать? Поэтому, когда нам тяжело, когда нам плохо, что нам нужно делать? Он разбирается в твою мать. И это есть волшебная кнопочка. Я уже рассказывал, интересно. Вот такой случай с одной пленой. Она пришла, ее впервые пригласили в храм. Она зашла в Алтану, ей показали, как на экскурсии все было хорошо. И когда выходили, женщина, которой я рассказывал, зашла. Вы знаете, вот здесь есть магазинчик. Хотите, мы четко купим, вы сможете повторять мантру. Она говорит, да не, не, не. Мне еще рано, мне интересно все, но я еще, не гори, Кришна. И они попрощались, и вот она стоит уже на выходе, вот здесь, этих дверей. И только дверь открывается, она чувствуется, дыхаться начинает. Дыхания не хватает. Вы знаете, вот, был год, и чтобы дыхания не хватает. Это вот мы сейчас дышим, и нам так легко даже не думаем о том, что его не хватает. Но есть люди, вот даже сейчас, в настоящий момент, которым не хватает дыхания, они задыхаются. И для них дышать, просто вот спокойно дышать, это огромное счастье. Это просто шанти, это мир. Потому что они могут дышать спокойно. Она сделала шаг назад, закрыла дверь, встала лечь. Она села на лавочку, посидела. Так, она вроде все. Опять открывает дверь, опять дышать не может. Она закрыла дверь, сгибала лавочку. Чувствую, что это не то здесь. Она стала думать, что делать. Она пошла в магазинчик, купила четкие. Посидела, поперебирала их. И, ну, надо же выходить уже, надо ехать дальше. Она положила четкие сумочки, открывает дверь. Дышит на лавочку. И она вышла. То есть так иногда бывает, нам находят кнопочки, которые помогают нам, потому что, ну, вот, Господь Чайтаня, Тачанаватара. То есть сразу непонятно, что нужно делать. Казалось бы. И Господь Чайтаня, маленький Нимай, стал подрастать. И его красиво украшали. Иногда Шачи одевала на него украшения. И это был какой-то хороший день. И она одела на него золотые украшения. И один вор был тогда на водолепе. Он проходил мимо двора Джаганат Химиши. И вдруг он увидел ребенка, который вот так сам ползает по улице. И на нем драгоценности. И он подумал, что почему бы нет. Почему бы нет. И он подошел, он стал заигрывать с ребенком. Стал ему предлагать сладости, ладу, просогулы. И дети, они все хорошо реагируют на сладости. И он взял его на руки. И такая легкая добыча. Он уже себе представлял, как он сейчас где-то зайдет. И будет нелюдное место, когда он все поснимает с него. И он даст ему по жопе. И отправит в освоясь. И он шел, и он смотрел, где бы такое безлюдное место было. Но везде кто-то был. И он видел людей, улыбался. И начну с ребенком. И все ему улыбали. Хороший человек, наверное, родственник. В Индии это нормально. То есть, когда родственники, они берут на руки племянников, внуков и так далее. И он шел, шел. И он попыхал, он смотрел, где же, куда жить, свернуть. И он сворачивал, другой, третий перелог. Он смотрел, где же это укромное место, когда я смогу поставить его на землю. И он все радовался. И он же на самом деле купил ему сладости. Он его кормил сладости, пока они ехали. В ней шли. И прошел уже долгое время. И он уже сбился с ног. И он думает, ну вот, вот, сейчас я найду это место. И вдруг он смотрит, что он подошел к дому. Джаганат Мишри. К дому, где он его взял. И он видел, видит, как родители где-то появились на горизонте. И здесь люди кругом. И он сильно испугался. Поставил внимая. И как-то перегрестился. И пошел, чтобы никто ничего не заподозрил. Так Нимайю, как в свое время Кришна, он покатался на Дринаварте, на смерче. Так Нимайю сделал обзор Маяфура, обзор Новодрифы. Однажды, когда Нимай уже подрос, в дом Джаганат Химишри пришел один брану. Странствующий брану, отшельник. И по культуре, по байшнадской культуре, предписано для греха спринимать в своем доме духовных людей. Святых людей, которые одухотворяют их дом. Давайте придут пристанище, возможность приготовить, кормят их также. И вот Джаганат Химишри предложил, чтобы этот брану приготовил для своего божества. Он поклонялся Гупалу, маленькое божество Гупалу. Приготовил для него Хогу и предложил Гупалу. И они собрали все янства, помыли кухню и дали ему время готовить. Уже это было послеобеденное время. Начистили овощи. Он приготовил чистое отношения, риги с овощей и так далее. И он сел предлагать Гупалу манту произносить, Гупалу манту. Он закрыл глаза, он стал звенеть колокольчик. Все спокойно разошлись по своим компотам. Он повторяет манту. И вот он уже заканчивает повторять манту. Он закрывает глаза. Видит, что маленький нема сидит и кушает все. Боже, представляете, что произошло. Он напишет, что у него даже не было до речи пропал. Но он как реагирует на это. И он позвал Джаганат Мишу. И все забежали. И увидели, что Немай делает. Они стали его оттягивать от тарелок. Он говорит, что ты делаешь? И Немай вырвался и стал убегать. И Джаганат Миша хотел сильно наказать его. Но он сказал, что это же маленький ребенок. Но он не понимает, что он делает. Он просто голодный был. Сладости увидел. Но это же понятно, ребенок. Это моя вина. Просто я должен был быть более внимательным. И так далее. Он стал извиняться перед Джаганат Мишей. И Джаганат Мишей так было неловко. Они заперли, снимая в другой части дома. Он пришел к Брану. Он сказал, пожалуйста, приготовь еще. Мы сейчас все сделаем. Мы сейчас кухню вымоем. Мы вымоем все котлы. Все сделаем замечательным образом. Пожалуйста, приготовь еще раз. Но не лишай нас такой возможности. Он считал, знаете, как он считал? Он считал, что мы падшие греханские. И ты осветил наш дом. Через некоторое время этот Брану будет думать, какие-нибудь великие джаганат Мишей Шачимата. Но не сейчас. Это чуть позже. Ты осветил наш дом. Пожалуйста, приготовь еще. Мы сейчас все сделаем. Ты знаете, давайте просто вот я там. Что-то там яблочек предложил каких-то там фруктов. Ваш есть. Нет, ты приготовь. Это важно очень. Я не могу просить. Весь дом пришел. Все домочадцы пришли. Просили его. Ну ладно. Я вам приготовил еще раз. Уже так вечерело. Солнышко садилось. И он опять привлекал кочей. Опять закрывает глаза. Начинает предлагать. И только он открывает глаза. Немай. Опять схватил что-то. В рот. И понежал. И тут Джаганат Миша увидел. Схватил за лазину. За палку. Он уже был готов. Выпоро отнимает. Ну сколько можно. Это же нельзя так. И бежит немай. За ним Джаганат Миша. За ним Шачима. А потом этот Браман бежит. Всех останавливает. Говорит. Не надо. Пожалуйста. Дитя не берите. Он не ведает, что творит. Это моя. Как бледно говорят. Бэд карма. Сегодня мне не суждено покушать. Видимо, Гопалу хочет, чтобы я простился. И такой действительно, знаете, травм уже наступил. Джаганат Миша уже не знал, какие слова говорить. Все сидели молча, потупил глаза. И Раму говорит, ну так нужно. Он не расстраивался. Знаете, он утешался и говорит. Просто так судьба моя, так звезды сегодня. Это нормально. Я не всегда кушаю. Я не всегда готов. Иногда я корешки ем. Вот. И он видит, что они все такие в трауре. И тут заходит Бешфороба. Старший брат Господа Читании. И говорится, что он был так прекрасен. Знаете, вот от него исходила такая вот благодать. Знаете, вот как святого человека. То есть он был юн, красив, статен. И очень благодать. И от него исходила такое сияние, вот духовная, божественная сия. И когда он зашел в дом, он не совсем знал, что происходит. Такой травм. Вот. Это Браман, когда он увидел его, он спросил, а кто это? Кто это? Браман, юноша. Чьем сын? Ну, это сын Джаганат Миштин. Видно, великая душа, возвышенная. И до Бешфороба дошла информация, что вот такое произошло. И он сложил в дом, и подошел к этому праву. Пожалуйста. Не отбежи в любезность. Освяти наш дом. Приготовь наш дом. И мне тоже было где-то часов в одиннадцати вечера, в очереди. И он просто не мог отказать Вишуру. Когда Вишуру по его попросил, согласился, я сказал, хорошо, конечно. И они стали все готовить. И в это время маленького Ниная просто заперли. Его на щеколду заперли, чтобы никак вообще. И когда Браман приготовил, в это время его Ниная накрыло все. И все заснули. Ниная вышел. Но только этот Браман, он звенел колокольчик с закрытыми глазами. Погруженный в то, как был палк прижимая. Он открыл глаза. И он готов был уже закричать. Но вдруг, в это время, он увидел, что это не просто Ниная, это его же Гупал. То есть он увидел Гиндалу, он увидел Гукулу, место, где он жилу Гупал. Он увидел все эти видео детские. Он попал. Ему показалось, что он с ума сходил. Он не мог понять, что происходит. Знаете, уже 12 часов ночи. Тишина, никого нет. И он видит, то ли это Нинаи, то ли это Гупал. И кто-то это принимает все. И он попытался как-то ответить. Говорит, зачем ты это делаешь? Говорит, что же, ты же сам меня зовешь. Ты каждый раз на это износишь. Я не могу удержаться. Я прихожу к земле. И все. Я сказал ему о том, что я пришел в надею как Гаврангамапрагу. И есть такой важный Сей Гору, Сей Кришна, Сей Джаганат. Что я приходил как Гаврангам, как Господь Кришна, как Господь Рама. Я пришел для того, чтобы дать людям Югадхану, практику, которая позволит нам восстановить наши отношения с Кришной. То есть каждый из нас это душа, которая является сыном и дочерью очень-очень состоятельной личности. Личности, которая принадлежит все эти миры. Все богатство, вся красота, вся сила, все знания. Он самый красивый, самый сильный, самый мудрый, самый богатый, самый отрешенный. И мы не просто здесь блуждаем, мы не просто, как это, не знаем, без вода, без племени. То есть каждый из нас это его частичка. Госпочитание говорит, я пришел на нас с этой целью. Но, я тебе открыл это. ты же никому не должен рассказывать. И не мой ушел. И когда он ушел, он просто с ума сна сходить. Он стал прыгать, танцевать, плакать, кувыркаться. Он стал обмазать с этим просадом. И тут все начался, стали просыпаться. Что, что, что произошло? Опять? И говорит, вы не представляете, какие вы счастливые люди. Он уже по-другому смотрел на Джаганатфу Мишу, на Шачимаху. «А что, что ты скажи?» И он понимал, что он хочет им это рассказать, но не может. И на протяжении долгого времени, там еще полугода, он поселился где-то недалеко, и он приходил и смотрел на Мишу, и приходил на Шачи, смотрел на Джаганатфу Мишу, и любовался этими играми, маленько понимая. Представляете, в 10 лет Немай он пошел в школу, и в 8 лет, и в 10 лет он уже выучил всю грамматику, всю логику, всю няю. Он уже закончил образование за два года. В 14 лет он уже открыл свою школу. На Вадвипе не было равных ему по изложению философии, доводов и споров в логике и няю. И вот однажды на Вадвипу пришел Дихвиджай, Дихвиджай, Кейшева Кашмири. И местные браманы очень испугались, потому что он был очень известный, очень прославленный. И они испугались, что они потерпят поражение, позорятся. И они подумали, среди нас есть Немай. Он в действительности очень талантливый. В 14 лет представляете, уже своя школа. И реально свои ученики очень пользовался популярностью. Если он проиграет этому Дихвиджаю, ну, понятно, да, молодой хлопчик проиграл. Это никаким образом не повлияет на нашу репутацию. А если выиграет, так на воды потока прославится. И вот уже было назначено спором. И однажды утром этот Дихвиджай Тишуа Кашмири вышел на берегах. И господь Чайтанья тоже шел в окружении своих учеников. Они шли и с счастьем общались. И вот они поравнялись. И они поприветствовали друг друга. И между ними начался диалог между мудрицами, учеными, мужами. и господь Чайтанья попросил его пожалуйста прославь мать Ганну. И тут же тут же потекло как нектаром с него шлоки прославляющие мать Ганну. Мать Ганну. И это произошло не случайно. это произошло потому, что Кейшева Кашемири поклонялся богине учености Сарасвадзе. И сама богиня учености присутствовала на его языке. Она сопровождала его везде в его спорах, в логических аргументах, в общении. И никто никогда не мог найти какого-то изъяна в его словах. Никто никогда. почему? Потому, что сама ученость была на его стороне. И вот будет заканчивать, потому, что все-таки желание... продолжить. Пойдем продолжить. Хорошо. Итак, Виспочитание нашел недостатки в изложении этого Брамана. Он сказал ему об этих недостатках. Он сказал, что в 64-м стихе есть ошибка. И там есть ошибка, и там. это было для Брамана просто сверх невероятно. И он престижный, он ушел покрасневший. И ученики стали подсмеиваться, но Виспочитание сказал, не делайте этого, это уважаемый человек. И вот он не мог найти себе места, и во сне к нему приснилось, пришла богиня знания, ученостей. И она сказала, что ты знаешь, что присутствие своего вечного супруга на районе, я сама стесняюсь, и сама чувствую его присутствие, поэтому ты совершил эту ошибку, потому что ты соприкоснулся с своим на районе. Хорошо, Время, я думаю, что мы на этом будем потихонечку заканчивать, потому что сейчас нас ждет и так, и куда бы не увеличивать тему нашего обсуждения. Единственное, что я, может быть, чем закончу, чем подытожим, что философия Господочитания проявляется в трех важных аспектах, которые говорит Бабхтина Тагула. Нам он учит жива до и баишного села. И он объяснил, что висит и сараба подачарь никогда не общались, и когда сараба Бабхан подачарь в течение семи дней обучал его в логике и в господочитании он объяснял его в веданте, когда господочитание просто молча, не прородим ни слова, он выслушал, и это повергло цараба подачарь немножко в такое размышление, почему это происходит. Он стал задавать вопросы ему, то господочитание стало отвечать, что веданта, она ясна, свет солнца в полудень, безоблачную погоду, но твои комментарии это под урна тучей, которые закрывают от нас суть веданта. И между ними произошел некий спор, некое общение, царь Бабхан молодачарь был великим логиком, великим бандитом, великим ученым, цари, императоры приходили к нему советовать, он был сентименталистом. И в этой беседе господь Чайтанья рассказал о философии Майя-Вады, которую принес Шанкара, он рассказал историю с Падмакуранной, где была беседа между Вишной и Шивой, где господь Вишна просит Шиву явиться в этот мир, чтобы дать людям направление, уводящее их немножко от Бога, чтобы люди стали наполнять мир, размножаться и так далее. И тогда Шива сказал, хорошо, я приду как Браман и дан философию имперсонализма, мы знаем, что он пришел как Шанкара и дал эту философию, и таким образом он все аргументировал, то есть Сарумваму был обезоружен. И после этого он сказал, что даже величайшие люди, достигшие совершенства отречения Ахмарама, чем он с Шмакбагбатом, в котором говорится, что величие Ахмарамы самодовлетворенные души нашли, которые нашли в своей жизни удовлетворение внутри себя, даже они ищут прибежищ у преданного служения. И Господь Чайтанин сказал о том, что суть философии состоит в том, что мы все духовные души, мы части духовной личности Бога, и что суть нашей жизни восстановить эти отношения, и целью нашей жизни больше ничего беда не говорится. Три основные цели политического знания это понимание того, что я частичка Бога, я душа, что метод восстановления отношений с Богом это преданное служение, и что цель этого всего это премьер любовь. Нам лучше живо доя паечного села. Это три метода, которые помогают нам понять красоту Бога. Как мы понимаем красоту Бога? через живо доя, через проповедь. Когда мы участвуем в миссионерской деятельности, в преповеднической деятельности, мы чувствуем, что Господь открывается для нас. У кого есть опыт жизни? Когда мы хоть как-то соприкасаемся с проповедью, прямо или косвенно, мы ощущаем, как Господь открывается джива дуя, красота Кришны открывается в этом. Нам ручьи, именно после этого нам, то есть где он открывается? Через святой имя. Начинаем ощущать вкус святого имени. Почему? Ведь это же просто звуки. Это просто звуки. Для многих людей, если вы будете повторять, это просто абра-кадабра. они не могут понять. Но почему-то они становятся притягателями этих звуков. Когда мы практикуем джива дуя, когда мы помогаем другим людям, мы ощущаем вкус святого имени. И святой имени кроется что? Что кроется? Према. Према. И према реализуется в обществе према, пачного села. Мы не сможем в другом месте ее реализовать. Шила правопад говорит, если вы думаете, что можете духовно развиваться где-то как-то сами по себе в Гималайе, это фантазмогония, только в обществе предных. Кришна говорит, на гамтиш тхами вайкунхи, йоги нам тебе жива. Я не вайкунхи, я не сердце йога, я там, где мои предные собираются обсуждают мои игры. Однажды один ващнав шел с храма, был дождь, он решил схорониться там, в дупле дерева, внизу кроны было, и он лег там. Когда чувствую, кто-то еще зашел, была кромешная тьма, они вдвоем сели, там, где один может лежать, двое могут сидеть, он сказал. Это были ващнавы, они стали рассказывать о Кришне, как прекрасны божества, как красив джаганат, как прекрасны науранг. Вдруг они почувствовали еще кто-то зашел, сказали там, где двое могут сидеть, трое могут стоять, что они делали, это были ващнавы, они прославляли Кришну, и вдруг какое-то время они почувствовали огромное блаженство, и любовь переполняла их сердца, между ними появился еще кто-то четвертый, они не могли понять кто, но они зримо они ощущали, поэтому когда предны собираются и они обсуждают деяния Кришны, они обсуждают Кришна подху, они ставят спектакли, они смотрят спектакли, они слушают о Кришне, они воспевают все это время, они ощущают, как в их жизни появляется кто-то еще, то есть теперь они могут спокойно смотреть вглубь своего сердца и не просто кромешную тьму видеть, как многие люди, и так они обретают чистую дому. Кришна, приятный. Кришна, спасибо большое. Сейчас нас ждет чудесных спектаклей. Шиго Ранга Махабрабху, кей, жа, шиго Рабурнива Махабху, кей, жа, тайго деман манди. Кри, кри, криго. Махабху, Продолжение следует...